Привет. Привет всем. Меня зовут Ван. А меня зовут Косю Гасанов. Да, это всем известно. Сегодня на моем канале новый гость и мы снимаем опять в спартанских каких-то условиях. Здесь очень темно. Мы еле нашли место, потому что куда бы мы ни пошли сегодня в Петербурге. Мы находимся в Петербурге. Все занято и даже звук я записываю на телефон, что я крайне очень редко делаю. Ван, расскажи о том, чем ты занимаешься здесь в Петербурге и откуда ты вообще. Я из Китая и я первый курсник. Я сейчас учусь в политехе. И там иногда я подработаю левититром в ланглай. И я учу русский, китайский язык на русском языке. Моё направление это информационные системы и технологии. Это для нас просто адски сложно. То есть ты учишься на русском языке, да? Да, на русском языке. И почти ничего не понятно на лекции. Слушай, вообще я очень часто слышу о том, что китайцы часто сидят на парах и ничего не понимают. Это правда? Правда. Потому что настолько сложно, да? Да, да. Даже я, как уже два с половиной года, изучал русский язык. И все таки, только там, на 50% полностью понял. И еще, если я бы хотел понять, что он говорит, мне надо очень внимательно слышать, чтобы не пропускать слова. Откуда ты приехал из Китая? Я из провинции Синьджян. Синьджян. Синьджян это уйгурский автономный округ, правильно, на русском языке. Ты не сразу приехал в Россию, как ты мне уже сказал. Из Синьджяна сначала ты поехал куда? Казахстан. Для чего? Для учебы. То есть ты просто был на языковых курсах? Ну да. Или как это? При университете? Ну я только на языковом курсе. А где? Где? Ну, Алматы. Алматы. Алматы, Алматы. И как тебе Казахстан? Ну, очень понравился. Ну, там хорошие окружающие следы. И там особенно, знаешь, что привлекает меня особо? Молоко. Что? Молоко. Молоко. Дальше я думал, что... Ну, китайское молоко тоже вкусное. Ну, только когда я приехал в Россию, в Казахстан, я обозначил, что я не прав. А тут вообще, ну, как очень густой, не густой. Ну, всегда вкусно. Слушай, я могу тебе сказать так. По сравнению с нашим молоком, китайское молоко не молоко. Да, как вода. Те иностранцы, которые живут в Китае и любят молочные продукты, мы все время страдали, потому что в Китае нет хороших молочных продуктов. Практически очень мало. Да, в Китае даже сыр не едем. Ну да, ни сыра, ни кефир, ни йогуртов, ничего такого прям хорошего, качественного нету. Поэтому можно покупать заграничное, импортное. Да, и еще биво. Я просто обожаю темное биво в Москве. Так, ты поехал, получается, в Казахстан, но ты мне сказал, что в Казахстане тебе не все понравилось. Ну, да, там люди ленивые. Ну, сравните нас с Китаем сами. И там очень медленно развивается. Или вообще не развивается. Вот за год я не видел ни одного здания, которое построится. Ну да, но слушай, это на самом деле Китай в этом плане впереди планеты всей. То есть в Китае очень часто строится что-то новое, в Китае появляется что-то новое. В Китае вообще, чтобы вы понимали, если ты вдруг уезжаешь куда-то на каникулы, ты приезжаешь, а у тебя уже новый ресторан открылся, новый магазин открылся. Все меняется очень быстро. В постсоветском пространстве, знаешь слово постсоветское пространство? Это все бывшие страны Советского Союза. Все меняется довольно-таки медленно. И, как я понимаю, ты имеешь в виду, что Казахстан не очень хорошо развивается с экономической точки зрения, да? Как экономика слабая. Или что ты имеешь в виду? Во всем. Во всех сферах. Во всех сферах, да. Но люди тебе понравились? Да, понравились. Они всеотечные. Потом, получается, из Казахстана. Но в целом тебе в Казахстане понравилось, да? Да. Ты бы хотел еще вернуться в Казахстан? Да. Да? Там, где мой родной брат. А, у Вана отец сейчас в Казахстане. Он женился на казашке. Да? Она казашка? А я чистый китайский, кстати. Да. И отец тоже, да? Да, тоже. Вот. А чистый китайский, это означает, что они ханьцы. То есть, по национальности вы ханьцу. Да, ханьцу. Потом, и у него там есть братья. Да, два братья, получается. Наполовину китайцы, наполовину казахи. Круто. Ну, значит, ты вернешься, по-любому у тебя там папа. Да, да, и братья. И братья. То есть, потом, получается, ты из Казахстана переехал в Петербург. Да. И поступил в университет. Да. А как? Как? Как вы поступаете в университет в России? Ну, знаешь, для иностранцев очень просто поступить в хорошие университеты в России. Например, просто заявление напиши, и получишь приглашение, и оформить визу. Для нас, конечно, надо оформить визу. И приедешь. Если просто в Петербург поступить, тогда без теста. А, даже не экзамены нужно сдавать. А если в СППК надо тест. А, тест давать. Да. Ну, все-таки не сложно, по-моему. То есть, это еще одна причина, почему вот так много китайцев здесь учатся. Потому что, чтобы поступить в Россию, вам не нужно поступать. Вам нужно просто отправить документы. Да. Вам присылают приглашение. Потом вы делаете визу, приезжаете, оплачиваете обучение, и вы уже учитесь. Ну, да. Ты на первом курсе пока, да? Да. Какой год ты уже в России? Полтора года. Ну, полтора года. А почему полтора года? Ты был сначала на языковых курсах? Да. Да. Вот. Большинство китайцев, они только после один год на учебе, изучения языка, уже поступили на факультет. И мне кажется, это вообще недостаточно. То есть, вы сначала год на языковых курсах, а потом на факультетку же поступаете? Да, это в принципе. И за год вот все, что ты выучил, ты выучил. Да. И тебе нужно учиться уже на высшее образование получать. Да. А ты только год учишь язык. Да. Ну, поэтому вы ничего не понимаете. Да. На парах это сложно. Да, и нам вообще в полной любви, если только один год учили. Но ты на самом деле молодец. Спасибо. Я, ну, знаешь... Просто, чтобы вы понимали, Ван сам мне написал на почту большое письмо. Сказал то, что он смотрит мои видео, что тебе нравится, да, все, что я рассказываю про Китай. Ты сказал, что ты практически всегда согласен, да, со мной, все, что я говорю. Да, у тебя очень негативное, нейтральное мнение о Китае. Нейтральное мнение. Вот. Слышите? Назови три вещи, которые тебе нравятся в России, и три вещи, которые ты ненавидишь. Мы сейчас немного подвинем камеру. Ты подумал про плюсы-минусы? Да, я подумал. Давай, какие? Вот, давай один минус, один плюс. Давай. А минусы, это вот у вас очень дорогая, ну, оправда для доставки. Ну, не только доставки еды и доставки посылки. А плюс, плюс это русские люди очень сердечные. Они мне, они очень намерены, они уверены мне помогать. Мне уверены, наверное. Так нельзя сказать, они уверены помогать. Они помогают просто людям. Да, они помогают, да. Лучше много мне помогают. Еще русская девушка очень, как сказать, просто душная. Ну, в сравнении с ним, да. Просто душная. Просто душная. Просто душная. И в Китае, если хочешь жениться с девушкой, ну, чаще всего от тёси, детский дом. То есть свой дом. Своя квартира. Хорошая зарплата. И хорошая зарплата. Ну, высокая обработка. Ну, это не важно. Важно все деньги. И еще хорошая машина. Да. А тут я слышал, хотя у меня не была девушка вообще. Но я слышал, что тут девушка очень хорошая. И, ну, просто тут настоящая любовь. Ну, да. Я уже про это говорил. Просто в Китае, чтобы жениться, нужно, чтобы тебя, чтобы хорошо жениться, нужна машина, квартира, хорошая зарплата. И родители девушки на всё это смотрят. И если у парня нет работы, квартиры и машины, хорошая зарплата, то родители будут против. Они будут говорить, типа, ну, просто, что не очень хороший парень, давай искать другого. Да, постарайся. Да. А здесь такого меньше. Намного меньше. Практически нету. А еще плюс это флосы. Вот машина вообще останавливается за ходящего. Да, когда ты понимаешь, да. Ты имеешь в виду, когда ты переходишь в пешеходный переход, машина останавливается и пропускает людей. В Китае мало. А еще есть пункт. И он является одновременно плюсом и минусом. Это коррупция. Это все знают. Если в некотором вузе, если ты не сдаешь экзамен, итоговый экзамен, иногда можно за деньгами. Заплатить? Да. Можно заплатить деньгами. И чтобы пропускать тебя. И тебе зачетку отдать. Ну, конечно, в нашем вузе это нельзя. Вот так вот иностранные студенты у нас учатся. Ну ладно, на самом деле, сами россияне тоже платят за экзамены. Но на самом деле у меня такого не было. Я ни разу не платил в университете ни за что вообще. Я полностью отучился, все экзамены сдавал, отправили на пересдачу. Но ни за один зачет, ни за один экзамен. Я даже не знаю вообще, как это делается и через кого это нужно передавать. И еще, когда в конце семестра все мои русские однокруппники, ну, конечно, я только единственный китайский в группе, они нашли ответы всех приметов и они потеряются со всеми. Поделятся. 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 Не потеряются, а поделятся. Да, они потеряются с нами, ну, со всеми. В Китае не так, да? Если в Китае кто-то найдет там ответ, сразу начать продать. А-а-а. Ну, как говорится, где есть китайский, где есть бизнес. Да. Вот на то и очень быстро развивается. Мы умеем как делать бизнес. Так, следующий вопрос. У меня так, нужно убрать детей, если они смотрят это видео, потому что ты мне сказал, что ты знаешь очень много русских матов. И тебе интересна эта тема. И ты мне даже сказал, что у тебя есть список. Можно я посмотрю и почитаю ребятам, а ты мне расскажешь про русские маты. Откуда у тебя интерес вообще к русским матам? Как этот интерес у тебя появился? Ну, появится интерес на изучение языка, сначала знать их маты. Именно маты, да? Маты самые сложные, а не, простые для выучиться. Вот сейчас. У тебя целый список есть? Да, целый список. И тут не только русские маты и больные. Пипец. Больные, снова. Вот тут верхние. О, подожди, почему у тебя так много? У тебя тут целое предложение. Надо. Ты еще. Практика. Взять у кого-то в рот. Дать ей в рот. О, господи. Это мне близкий только сказал. А, лежу тебе письку, сосать. Фальстарт. Что такое фальстарт? Фальстарт. Инцест. Анал. Сам забыл. Я не знаю, что такое фальстарт. Простите, я, наверное, не очень сексуально образован. Писюн. Это нормально? Прямо читать в видео. Наверное? Ну, хочешь, я могу не читать, но что такого? Я же их предупредил. По-моему, важнее, что маты. Они такие. Ну да. Так, а где маты? Я ее не вижу. Вот тут все маты. Это очень, очень матные маты. Давайте, короче, ладно. Как же надо. Пиздлявая, абрыганная, подзалубная, пиздопроебина. Что? Ну, еще... Нет, это, это такие, наверное, слова есть, но мы их не употребляем. А, ну, это, наверное, мой друг сам. Да. Импотент ебаный. Офигеть, ты... У него, короче, здесь целое предложение. Например, мразь, заебал, лезь не в свое дело. Уймись. То есть, ты прям где-то увидел это предложение, и... Хуесос абрыганный. Ой, ужас. Я, на самом деле, мне кажется, никогда в жизни столько слов не произносил на видео. Порву тебя на куски мразь, ебаная. Я тоже не говорю. Это просто на всякий случай. Твои потроха будут жрать ебучие собаки и бомжи. Это тебе кто-то вот такого тебя учит. Да, конечно, я учил. Дрыщ, жирдяй, жиробас. Лучше бы ты у папки в яйцах остался, сучонок. Ага. А ты понимаешь, что все это означает? Да, я понимаю, все понимаю, конечно. Сучара. Тварь, блядь, подзаборная. Я три дня проучил русский язык, и уже могу обложить тебя хуями, как конченую мразоту. Ну, это когда, чтобы выебываться вообще-то всем. Выебываться и выебываться. Ну, да. Я могу, Эд, про это рассказать? Ну, можешь, конечно, можешь. Ну, нет, здесь ничего такого нет, но просто я впервые вижу так много... Ну, да, ну, те, кто, ну, то есть русские... Подожди, откуда у тебя вот эти фразы? Оргия, связывание, сперма, эрекция, прелюдии, сутенер, дырочка. Ну, вот я специально там открыл... ПОНХУБ. Все знают, да. ПОНХУБ? ПОНХУБ, да, ПОНХУБ. ПОНХУБ, для тех, кто не знает, это сайт, на котором огромное количество порно, и там есть категории. Ну, да, я там посмотрел все категории, и находил все слава, незнакомые слава, и записал те, которые мне, кажется, важны. Ну, то есть полезны для меня, и, наверное, когда-то можно и сувенировать. Мне нравится, что здесь есть давить удавы. О, да. Подождите, давить удавы это мастурбировать, трочить, да? Да, трочить. Тупица, пипец, кретин, гад, скотина, подонок. Падла, не дал мне копейки, вот жлоб. Знаешь, те русские, которые тоже выделили мои списки, они, ну, просто... Были удивлены? Да, и назвали меня просто охуенного китайца. Охуенный китайец? Ой, уже сколько я, мне аж стыдно. Если меня смотрят родители, взрослые люди и так далее, простите, пожалуйста. Хотя что такого? Это часть русского языка на самом деле. Это имеет место быть. Культура. Но просто нужно уметь это использовать в каком-то определенном нормальном контексте. То есть ты не можешь все время говорить матами. Это некрасиво. То есть воспитанные люди, образованные люди, интеллигентные люди так не делают. Ну, по-моему, просто надо знать маты. Нужно знать и уметь их, знаешь, правильно употребить, чтобы всем было и смешно, и классно от того, что ты это употребил. А если ты будешь разговаривать и использовать маты просто, это не всегда красиво. Ну да. Но зависит от человека, зависит от компании, от того, с кем ты... Например, я нормально отношусь, то есть при мне можно ругаться матом. Но у тебя прям список очень крутой, поэтому... Спасибо. Ну, в китайском языке. Ты ругаешься матом в китайском? Ну, только как вы, сука, блядь. Ну, такие типичные лукави. Так, спасибо тебе огромное за это интервью. Если вдруг у вас будут вопросы к Вану, вы можете задать внизу. Ван очень интересный, очень открытый. Мы можем поговорить на любую тему. Очень классно, что ты вообще не стесняешься. Это здорово, быть открытым человеком и общаться на любые темы. На самом деле, я очень интересный человек. То есть, если ты активно со мной пообщаться, то если мне привет, сказать, и я сразу стану общительным человеком. А если нет, я обычно не активно. Если тебе сделать первый шаг, ты имеешь в виду, да? Тогда ты активно общаешься. И ищу нового друга. Если вы любите где-то тусить, и хотите, и не блескуете, что тут к вам присоединятся одного, один охуенный китайцы, то можете написать мне через ВК. Я оставлю твой ВК, внизу под видео, вы можете общаться с Ваном, те, кто в Петербурге, те, кто не в Петербурге. А тебе огромное спасибо. Если у вас есть вопросы к Вану, пишите в комментариях. Все еще раз, когда я приеду в Петербург, мы с тобой снимем видео, как мы делали с Лолань, уже будем отвечать на их вопросы, которые вам интересны. На любые темы, да, можно? На любые. На любые темы, просто... Только, ну все, политику не трогай. Но про минусы Китая можно, но Ван не хочет говорить именно про политику, то есть про партию и бла-бла-бла-бла-бла, вот это все. Но про минусы, экономику и так далее можно же, да? Про зарплаты, про проблемы в обществе. Только, короче, главное не касаться политики. Да, я люблю свою страну. С вами был Касю Гасанов, Ван. Пока. Пока-пока.